получил ваше описание реки вот очень рад очень рад коллеги давайте вот у нас людмила выше была впереди теперь регина выходит вперед вот прислала написание своего участка реки вот хорошо вот и но надо продолжать потому что пока формально написали пока написали вот вообще просто как бы написали я влез в яндекс карты по поелозил там посмотрел вот и там очень очень интересный участок мне очень понравился этот участок вот наверное пока я не буду спешить его рассказывать по студенческий нормально в общем отлично сегодня давайте вот мы сегодня типы руслых процессов потому что вы там ссылайтесь на меандрирование вот а мы сегодня классические типы пройдем быстренько и может быть то есть написание нужно делать не ради описания а ради того чтобы найти там какие-то вот микрооткрытия то типа а вот наверное она была там вот выше по течению она развивается скажем влево они же по течению разумеется вправо в нашем створе вот это то есть теперь вот из того что есть все хорошо теперь следующий шаг надо сделать понимание и что же это значит какой мы из этого можем сделать такой хороший вывод из и вообще там в общем вы попробуйте еще потом когда потом или коллеги давайте делайте свои участки описывайте и потом два два варианта или готовьте микрофон и будем включать будете рассказывать сами вот а может быть я расскажу то что я думаю а может быть и то и другое в идеале конечно надо как это нам всем вместе пообщаться еще и поспрашивать поспрашивать у других кто что думает и может быть какой-то общий и появится такое вот понимание поэтому надо ну коллеги надо свой участок разобрать по косточкам чтобы а когда если вот у нас их будет у нас будет много народу если мы рассмотрим несколько участков то тогда получится какое-то вот обобщенное новое знание и и все мы победим коллеги вот поэтому сегодня не разбираем не ваш участок не людмилы участок еще не разбираем а все остальные коллеги начинайте описывайте и присылайте не обязательно прямо описывать если вы хотите сами рассказывать то вы можете подобрать там карты фотографии кстати регина и там даже на яндекс картах есть фотографии вашей реки и там очень интересно там вас мост выше по течению далеко и мост ниже по течению далеко но относительно далеко относительно близко вот и там есть интересные фотографии то есть там вообще участок мне очень понравился он сложный может быть попроще что-то взять для начала он сложный он такой не очевидный но ничего страшного для как сказать если в первый раз то мы же не знаем да вот дети там дети еще не знают там что делать сложно что не сложно они делают все подряд вот поэтому в принципе можно делать любой поэтому можно делать этот вот ну он такой неоднозначный хороший мне очень понравился участок в общем разберем и вот коллеги вот ну все коллеги ждем жду ваших улучшить их описаний и не просто описание теперь описание вы знаете теперь тип русских процессов и вообще это вот перед вами план главы условный такой план главы по русским процессам в отчет по инженерным генеральным изысканиям это неправильный план это вот кажется что он такой на самом деле все что там должно быть это должен быть построен ппр для того чтобы построить в какой-то мере нужно ответить на вопросы 2 3 4 то есть 5 это самое главное еще может быть здесь 6 не самое главное 6 это на рекомендации как использовать то что построили вот вот шесть не главное и один тоже вообще-то один это не главное если вы можете уже строить ппр и обосновывать его плановой глубинной информации без описание участка то и хорошо значит описание часто она у вас слишком легко оно в голове уже произошло и также с типом русских процессов и вообще-то коллеги сейчас я вам скажу такую интересную вещь вот описание участка и определение тип русских процессов это одно и то же потому что описывая участок мы определяем тип русских процессов то есть схема деформации а если мы уже определили какой-то тип русских процессов таким образом закодировано в каждом названии тип русских процессов, в каждом названии схемы деформации, заложено много знаний. Ну, например, вот мы хотим описывать человека. И мы знаем разные способы описания человека, классификации. Ну, например, классифицируем людей на холериков, сангвиников, флегматиков, меланхоликов. И таким образом одним словом, коллеги, то есть мы типизируем русские процессы, типизируем людей. Мы говорим флегматик. Таким образом, определив тип мат, мы передаем тому человеку, который тоже знает, что такое флегматик, он тоже читал ту же самую литературу. Мы передаем все то знание, что у нас известно про флегматиков. Таким образом, определяя тип русских процессов, говоря свободное меандрирование, мы двумя словами, одним словосочетанием даем вот такое детальное описание всего того, что мы знаем о свободном меандрировании. И это получается описание участка, коллеги. То есть описание участка иnymi тип press процессов это, в общем-то, одно и то же. Просто описание участка нам помогает описать тип прошлых процессов, а выяснение тип прошлых процессов помогает его разобраться, что же там с ним происходит. Вот так. И все это не главное, все это не нужное. Если вы можете сразу, потому что это может, вот пункт один, которым сейчас занимаемся, он может происходить на уровне интуиции, на уровне какого-то понимания, полупонимания, какого-то осознания, какого-то там неосознания. Если вы видите, что там хорошо размывает по схеме меандрирования, все, у вас вопросы сняты. Если вы видите, что прямое русло и оно такое зажатое, тоже вопросы сняты. Вот. Поэтому описание нужно тогда, когда сложно, когда вот просто сразу так не можем разобрать, что же там происходит. Вот. Итак, тип прошлых процессов. Тип прошлых процессов у нас сегодня, тип прошлых процессов, описанные в нормативных документах, коллеги. Потому что, условно говоря, есть то, что описано в нормативных документах, и то, что не описано. Вот. И если очень по-простому, коллеги, то типизация, та, которая в нормативных документах, это типизация больших рек. И понятно почему, потому что этим и занимались. Большие реки изучали, считали, что вот, это большие проблемы, большие стройки века, большие там какие-то проекты, мосты, дно углубления, водозаборы большие, заводы. И вот это все на больших реках, гидростанции, судоходство. И на этих больших реках большие проблемы. Соответственно, этим-то и занимался ГГИ, потому что он тоже большой институт. Вот, головной институт. И вот этот головной институт, который занимался большими проблемами и большими реками, он и сделал типизацию того, чем занимался. То есть он занимался большими реками, вот он и сделал типизацию больших рек. Поэтому, если так вот на простом совсем, то типизация ГГИ, которую мы сегодня проходим, ту типизацию, которая есть на родинах документов, это типизация больших рек. Ну и, соответственно, чего нет там? Там нет типизации малых рек. Это если вот так вот по-детски, по-простому. Но на самом деле есть иногда, бывает редко-редко такие реки, которые большие, и которые вот тоже не относятся к типизации ГГИ. Да, бывает такое. И бывают малые реки, которые тоже можно вогнать в типизацию ГГИ. То есть вот это деление рек на большие и малые, это не совсем правильное. Правильное деление, это деление на большие пойменные реки. И какие-то другие, вот они беспойменные. Или большие алювиальные, потому что там пойма сложена алювием. И какие-то другие, которые не алювиальные. Вот, поэтому сегодня вот эти большие, пойменные, алювиальные. И вот они описаны. Нормативные документы, в принципе, можно брать любой. В принципе, это все одно и то же. Можно брать любой. То просто они здесь заточены. Там рассеющие, выпуск источный ход. Вот наши любимые подводные переходы. Или ЛЭП. Потом там нижние БЕФы. Потом что еще здесь? Карьеры, внутренние пути. То есть это просто заточено под разные. А вообще-то начинка везде одна и та же. Типы везде одни и те же. И вот тут интересно, наверное, стоит сейчас сказать, раз мы этот слайд, коллеги, с вами видим, что у нас есть много нормативных документов, которые были до, ну не то, что перестройки, но в общем до, до 90-й год, это уже после, да? Ну, до 90-го года. То есть что-то такое вот советское. А потом была большая дыра. И ничего не было. И потом почему-то вот ГГИ сдало вот два стандарта организации. ГУ-ГГИ или ФГБУ-ГГИ. В девятом и в одиннадцатом году. Вот этот в одиннадцатом, по-моему, был издан, который двенадцать. Ну, или в девятом и двенадцатом году. Вот. Они плохие, коллеги. Вот их не читайте. Они вообще плохие. Они вообще никак не нормативы. Такое, вот лично у меня впечатление такое, что они сделали какую-то хоздоговорную работу, а потом говорят, ну давайте вот из нее там скомпонуем какой-то норматив. Ну, давайте скомпонуем. То есть там рекомендации хуже, чем во всех предыдущих. Ну, вот эти два последних, их можно скачать на сайте ГГИ.